В этом видео мы с вами продолжаем рассматривать различные инструменты лепки. Нам нужно с вами познакомиться с так называемыми боксовыми или коробочными инструментами. Это те инструменты, в названии которых вначале присутствует слово «бокс». А также нам нужно взглянуть на специальный пункт меню. В английской версии он носит название «скальпт» или «скульпт», а в русской «скульптура». Здесь есть ряд достаточно интересных команд, которые я иногда любя называю просто «Гюльчитай, открой личико». Вспоминайте киноклассику «Белое солнце пустыни» и вы сразу поймете, как все это работает. Вот как раз давайте познакомимся с этими инструментами и командами. А теперь сыграем в прятки. Посмотрим, как работает инструмент под названием «бокс хайт». Прежде всего убедитесь, что объект у вас отображается. Перейдите в Outliner и проверьте, что у вас вот здесь горит глазик. Не забывайте, с помощью этого глазика мы также скрываем объекты во вьюпорте. Теперь нам нужно с вами взглянуть на механику работы этого инструмента. И какую роль здесь играет специальный пункт меню «Скульптура» вот с этими тремя базовыми командами верхними. Прежде всего, этот инструмент позволяет нам создать прямоугольную рамку. Все, что будет находиться внутри данной рамки, мы можем скрыть или отобразить. Как это делается? Переключаемся на собственно сам инструмент, зажимаем левую кнопку мыши, держим, не отпускаем, формируем вот такой прямоугольничек. Чтобы подвигать и поперемещать этот прямоугольничек с удержанием левой кнопки мыши, нам нужно одновременно еще нажать и удерживать пробел. То есть держим левую кнопку мыши и пробел. При этом этот прямоугольник теперь мы можем двигать и перемещать. Размещаем в нужном нам месте, отпускаем пробел и левую кнопку мыши. И в результате мы скроем часть элементов данной сферы. Чтобы заново все отобразить, находясь внутри данного инструмента, мы можем просто кликнуть левой кнопкой мыши. Давайте скроем часть данной сферы. Формируем вот такой прямоугольничек и скрываем. Теперь зажимая среднюю кнопку мыши, мы можем с вами увидеть, что мы скрыли половинку этой сферы. Чтобы лучше видеть здесь геометрию, обязательно перейдите в настройки солида и поставьте галочку кавити, метод оба, чтобы все это не сливалось в одну единственную массу. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы переключаемся на какой-нибудь инструмент лепки. Зажимаем левую кнопку мыши и пытаемся вот таким образом порисовать. Также зажимая левую кнопку, пытаемся порисовать, потому что скрыто. Теперь заново отобразим все, что мы скрыли. Для этого мы можем нажать сочетание клавиш Alt плюс H, или можно зайти в пункт меню скульптура и выполнить вот эту команду. Также дополнительно, для того чтобы отобразить то, что было скрыто, вы можете нажать английскую буковку W или WV. У нас открывается круговое меню, которое работает с наборами граней, и выполняем ту же самую команду. Показать все. А теперь мы замечаем с вами, что то, что было скрыто, мы по этой части воздействовать кистью не могли. И воздействовали только потому, что отображалось, и то, что мы с вами видели. Теперь давайте посмотрим на еще ряд дополнительных возможностей данного именно инструмента. Переключаемся на него. Если мы находимся внутри данного инструмента, скрывали что-либо и хотим заново отобразить, то мы удерживаем клавишу Ctrl, и с помощью такой же прямоугольной рамки можем отобразить часть элементов. Также не забывайте, что когда мы с вами работаем, мы можем с вами использовать и специальные команды, находясь внутри любого инструмента рисования и лепки. Для этого достаточно просто зайти в пункт меню скульптура и выполнить вот эти соответствующие команды. Мы можем с вами создать скрывающую рамку, а также, используя этот же пункт, можно создать рамку, которая будет отображать то, что скрыто. Ну а если что-то наскрывали и хотите все отобразить, то просто переходим вот сюда и выполняем данную команду. Этот инструмент весьма полезный и в некотором смысле играет роль такой скрывающей маски. А мы с вами переключились на инструмент, который носит название Box Mask. Этот инструмент позволяет нам создать прямоугольную такую маску. При этом все, что будет попадать внутрь этой прямоугольной области, будет покрываться маской. Маска позволяет нам защищать область меша от изменений. То есть по поверхности маски мы работать с вами не можем. Мы можем работать только по той части, которая у нас не замаскирована. Давайте как раз посмотрим на данный инструмент. Но учитывайте, если вы видите вот такие небольшие треугольнички у данных инструментов, удерживая левую кнопку мыши, мы можем с вами заметить, что внутри здесь еще есть два инструмента. Это маска в виде лассо и линейная маска. Чуть попозже мы на них тоже посмотрим. Чтобы создать эту прямоугольную маску, мы зажимаем левую кнопку мыши, держим не отпускаем и формируем вот такую прямоугольную рамку. С помощью удержания пробела можем подвигать ее поперемещать. Отпускаем левую кнопку мыши и мы замаскировали часть данного именно меш объекта. При этом маска работает следующим образом. Она маскирует все, что будет попадаться внутрь данной рамки, насквозь. При этом мы можем действовать немножко иначе. Чтобы снять данную маску и очистить, мы можем нажать сочетание клавиш Alt плюс M. Или можно, например, зайти в пункт меню маска и выполнить соответствующую команду. Также мы могли бы с вами сделать и следующее действие. Удерживая клавишу Ctrl, создать еще раз прямоугольное такое выделение. И все, что будет попадать внутрь этого выделения, и там, где есть находится маска, она будет, соответственно, снята, очищена. Это тоже один из таких способов. Когда мы с вами работаем, мы можем ограничиваться только теми гранями, которые смотрят на нас. То есть на то, что мы с вами сейчас видим. Именно в окне 3D Viewport. Для этого в настройках вот этой маски нам необходимо в свойствах поставить галочку Front Faces Only. Теперь, когда мы создаем данную прямоугольную область, маскируется только видимая часть, что именно попадало и то, на что мы с вами наблюдали в данный момент в окне 3D Vida. Поэтому обратите внимание на вот этот параметр, он достаточно важный. Очистим маску, нажмем Alt M. Когда мы создаем маску, эту маску можно инвертировать. Создали. Нам нужно сделать все наоборот. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс I. При этом инвертировать маску можно и с помощью кругового меню. Нажимаем английскую буковку A. И здесь у нас как раз есть специальная команда инвертировать маску, очистить и ряд дополнительных команд. При этом мы можем с вами, как всегда, действовать и с помощью отдельного пункта меню, где все базовые команды здесь также сосредоточены. Теперь давайте посмотрим, как же на деле и что будет происходить с той областью, которая у нас не замаскирована. Мы с вами сейчас возьмем стандартный инструмент рисования лепки. Зажимаем левую кнопку мыши и можем вот таким образом просто порисовать. Мы замечаем с вами, что мы рисуем только по той части, которая не покрыта маской. Нажмем Ctrl Z отмена. Давайте возьмем стандартный инструмент трансформации изменения масштаба или английская буковка S. И также воздействие будет оказываться только вот на эту часть. При этом учитывайте, что когда мы с вами работаем вот с этой маской, маска это часть оверлея. Если мы кликнем вот здесь по кнопочке «Скрыть оверлей», маска также визуально будет скрыта. Скрыть маску еще можно нажатием сочетания клавиш Ctrl плюс M. Повторное нажатие Ctrl M позволяет ее заново отобразить. При этом учитывайте, что в настройках оверлея мы можем с вами настроить отображение этой маски, ну и дополнительно также ее скрыть или заново отобразить. То, что сейчас покрывает маска, мы можем также скрывать. Для этого можно зайти в пункт меню «Скульптура» и выполнить вот эту специальную команду. И мы скроем ту часть, которая была покрыта маской. Переходим сюда и выполняем команду «Показать все», чтобы заново все отобразить. Маска штука непростая, так как мы можем выполнять разные действия с этой именно маской. Со временем познакомимся с ними более подробно. И вот с этими командами. Давайте сделаем следующее. Посмотрим на ряд дополнительных здесь еще возможностей. Отменим действие и вернемся к первоначальной данной сфере. Очистим все, нажмем Alt M. Если мы с вами переключимся на другой инструмент, который уже представляет из себя маску в виде лассо, мы можем создавать ее произвольно. Зажимаем левую кнопку мыши и формируем вот таким образом нужную нам маску. Мы можем дальше продолжать. Тем самым захватывать те части, которые нам будут необходимы. Нужно можем переключаться на боксовую маску. Нам никто это не мешает. Опять же, комбинировать можно все по-разному. При этом, когда мы с вами работаем внутри другого инструмента, все эти маски мы можем отсюда вызывать. Нажали английскую буковку B, и мы можем с вами сформировать прямоугольную маску. Нужна, например, маска в виде лассо. Нажимаем Shift, Ctrl, держим вместе, зажимаем левую кнопку мыши и формируем вот эту маску в виде лассо. Поэтому существуют разные варианты, и вы можете их комбинировать. Ну а помимо стандартной боксовой маски, маски в виде лассо, у нас здесь еще есть достаточно интересная линейная маска. В настройках здесь есть ряд дополнительных параметров. Но мы можем не только ограничиваться видимой частью, а также можем с вами и представить маской тот сегмент отрезок, который будем создавать. Сейчас посмотрим, как она работает, эта линейная маска, по умолчанию. Зажимаем левую кнопку мыши, формируем вот такой небольшой отрезок. Посмотрите внимательно на статусную строку, здесь есть подсказки. Если мы с вами сейчас отпустим левую кнопку мыши, то вот эта часть у нас будет с вами замаскирована, то есть при этом насквозь. Если нам нужно ограничиваться только видимой частью, то ставим вот здесь галочку. Посмотрите внимательно. Если же нам нужно с вами маскировать таким образом, чтобы маска была представлена именно вот этим отрезком, то мы с вами делаем следующее. Дополнительно ставим вот здесь галочку в виде такого лимита. И теперь маска будет создаваться в виде вот такой небольшого отрезка, который мы будем с вами создавать. Посмотрите внимательно. При этом, когда мы работаем вот с этой линейной маской, мы можем нажимать английскую буковку F, чтобы развернуть все это в обратную сторону. Также можно использовать и специальные привязки с удержанием клавиши Ctrl. Это также позволяет нам удобнее настроить работу данной маски. Ну и не забывайте, что все эти маски являются дополнительным элементом, так как у нас с вами есть отдельный инструмент, маска, которая в некотором смысле является кистью. И со временем мы вот с этой маской познакомимся. И еще раз про вот эти дополнительные маски я обязательно скажу. А мы с вами переключились на инструмент, который носит название Box Face Set. Этот инструмент позволяет с помощью прямоугольной рамки быстро создавать цветовые наборы граней. Эти цветовые наборы вы можете рассматривать как такие специальные маски. С помощью них мы можем особым образом разметить поверхность объекта, с которым работаем. И это упрощает нам процесс лепки. Если будем удерживать левую кнопку мыши на этом инструменте, то у нас здесь откроется еще один инструмент, который делает все то же самое, но с помощью лассо. Давайте посмотрим, как работает именно данный инструмент. Зажимаем левую кнопку мыши, создаем вот такую рамку. С помощью пробела можем подвигать, поперемещать. Размещаем в нужном месте и подтверждаем. Отпускаем в данный момент левую кнопку мыши. И мы с вами создадим вот такой цветовой набор граней. Сейчас у меня вот здесь внутри настройках стояла галочка Front Faces Only. И мы с вами создали данный цветовой набор только под той поверхности, которая в данный момент у нас отображается. И мы ее видим с вами вот здесь. Если мы галочку эту снимем, давайте отменим действие, и создадим уже вот таким образом этот набор, то мы будем с вами создавать и закрашивать в некотором смысле данные именно грани насквозь. Учитывайте это и не забывайте про дополнительную здесь настройку. Теперь давайте сделаем следующее. Несколько раз создадим вот такую прямоугольную рамочку, и пусть у нас здесь будет представлено сразу несколько вот таких именно наборов. Если мы наводимся на один из этих наборов и нажимаем буковку H на клавиатуре, то мы будем скрывать все, кроме этого набора. Повторное нажатие H позволяет нам отобразить все. И вот таким образом мы можем с вами отображать только те части, которые нам будут необходимы. При этом, если мы с вами наводимся и нажимаем Shift плюс H, то это позволяет нам скрывать те наборы, которые в данный момент нам не нужны. Чтобы заново повторно все отобразить, нажимаем Alt плюс H. При этом давайте сделаем следующее. Чтобы избавиться от этой полосатой структуры, в неком смысле, переходим в пункт меню Face Sets и выполняем вот эту команду. Также можно и воспользоваться круговым меню. Нажимаем клавишу W на клавиатуре и находим соответствующую команду и выполняем ее отсюда. Дело в том, что мы можем с вами маску представить в виде цветового набора. Переключимся на маску и нажмем английскую буковку B. Создаем маску вот таким образом. Если вам вдруг нужно будет инвертировать то, что вы видите, как еще можно сделать? Когда мы нажимаем B, мы можем еще нажать клавишу Shift и ее удерживать. Это позволяет нам убирать эту маску, а также еще и инвертировать ее. На всякий случай тоже это учитывайте. Вот у нас есть маска, и мы можем из этой маски создать цветовой набор. Нажимаем W и выполняем соответствующую команду. Чтобы очистить данную маску, нажимаем Alt плюс M. Это достаточно полезная вещь, и со временем тоже совсем с этим познакомимся. А теперь давайте сделаем вот что. Сейчас мы с вами переключимся на какой-нибудь из инструментов, например, на обычную кисть. И здесь в настройках кисти, в расширенных настройках, мы с вами поставим галочку «Автомаска», чтобы у нас как раз использовались вот эти наборы граней. Если мы с вами сейчас начнем лепить, зажимая левую кнопку мыши, то теперь мы ограничиваемся вот этим набором граней. Посмотрите внимательно. Я зажимаю левую кнопку мыши, произвожу вот такое движение, но вот здесь я не могу лепить. Но если я начинаю отсюда это делать, то, соответственно, мы можем это производить. То есть мы ограничиваемся именно той областью, которая в данный момент у нас представлена цветовым набором граней. Если эта галочка здесь будет отсутствовать, и набор граней как бы в некотором смысле у нас игнорируется, и мы можем спокойно здесь все лепить. Обратите внимание на такие дополнительные возможности, которые как раз нам и позволяют очень в некотором смысле детально работать с той моделью, которая нам нужна, ограничиваясь определенными областями. Наборы граней – вещь очень полезная, и еще раз подчеркиваю, со временем мы со всем этим познакомимся более подробно. Чтобы избавиться и создать только один набор, переходим вот сюда и выполняем соответствующую команду. Ну и, соответственно, не забывайте, что то, что мы с вами сейчас видим, это тоже в некотором смысле набор граней. И если мы с вами, например, нажмем Shift-H, то мы можем вообще все здесь скрыть. Тоже об этом не забывайте. А мы с вами переключились на инструмент, который носит название Line Project. Этот инструмент позволяет нам выравнивать и расплющивать грани. Я иногда этот инструмент, любя, называю лыжи или гладилка. Представьте, что вам нужно заправить койку и примять матрас. Вы берете специальную дощечку или можно взять табуретку и сделать все данной табуреткой. Вот представьте себе, что у вас в руках такая дощечка, и вы можете в некотором смысле выровнять определенную часть данной модели. Как этот инструмент работает? Зажимаем левую кнопку мыши, держим, не отпускаем, и формируем вот такой специальный отрезок, линию. Если нам нужно ограничиться только этим отрезком, то ставим вот здесь галочку в свойствах данного инструмента. Чтобы подвигать, поперемещать эту линию, удерживаем пробел, зажатый левой кнопкой мыши. Чтобы включить привязки, используем Ctrl. Ну а чтобы поменять направление, то есть сделать так, чтобы вот это затемнение перешло на другую сторону, то мы нажимаем клавишу F на клавиатуре. В результате мы можем с вами вот таким образом фактически подмять или выровнять определенную часть данного именно объекта. При этом я не зря отобразил сетку и статистику, чтобы вы видели, что количество вершин у нас в данный момент не меняется. Мы просто расплющили данную именно часть. Этот инструмент весьма полезный, но учитывайте, если геометрия будет очень плотной, этот инструмент может порождать артефакты, так называемые мерцания. Поэтому учитывайте, где и как его применять. Чаще всего мы используем этот инструмент, чтобы выровнять, например, нижнюю часть модели, которая у нас будет стоять на какой-то поверхности. Это один из способов применения этого инструмента. Ну а также он хорошо заходит, если мы работаем с какими-то твердотельными объектами. Когда мы с вами выполняем лепку, мы можем переключаться на достаточно интересный инструмент, который носит название Box3. Это в некотором смысле такие логические ножницы. Если мы будем удерживать левую кнопку мыши, то вот здесь у нас спрятан еще один инструмент, точно такой же, но работает с помощью лассо. Дело в том, что если мы берем этот инструмент и переходим в его настройки, в свойства, то мы можем использовать здесь несколько операций логических. Это может быть разница, так называемая сумма или союз, и дополнительно объединение. Вот эта разница, difference, она позволяет нам удалять часть геометрии. Union позволяет эту геометрию добавлять. При этом, когда мы используем две эти команды, мы с вами создаем единую монолитную структуру. А вот команда join позволяет нам создать так называемый бокс, но который напрямую не будет соединен с той геометрией, с которой мы работаем. Этот инструмент весьма полезный, с помощью него можно создавать такие заготовки для дальнейшей лепки. Лучше всего попробовать его на примере обычного стандартного кубика, так как если возьмете квад-сферу, там достаточно большое количество у нас вершины полигонов, этот инструмент может работать немного медленно. Учитывайте это. Давайте как раз возьмем данную именно коробку и применим этот инструмент по умолчанию. Операция, разница. Зажимаем левую кнопку мыши, фиксируем прямоугольник. С помощью пробела можем подвигать, поперемещать. Отпускаем левую кнопку мыши и получаем вот такой результат. То есть с помощью данного инструмента мы можем отсекать часть геометрии. Ну, давайте отменим действие. Нажмем Ctrl-Z, отмена. При этом, обратите внимание, сейчас мы с вами поставим вот здесь галочку. Так как, когда мы с вами использовали этот инструмент по умолчанию, как есть, он использовал так называемую глубину вида, как мы с вами сейчас смотрим на данный объект. Но если мы ставим вот здесь галочку в этом чекбоксе, то теперь настройки глубины определяются размером данной именно кисти или курсора. Используя клавишу F, мы можем как раз это сделать. Давайте сделаем небольшой радиус. Зажимаем левую кнопку мыши, формируем вот такой прямоугольничек и отпускаем левую кнопку мыши. Теперь сделаем радиус побольше, сформируем точно так же и отпустим. Посмотрите внимательно, какие именно углубления и отверстия мы с вами сделали. То есть глубиной можно управлять с помощью клавиши F. Ну и, соответственно, меняя, изменяя радиус. Делаем его больше или меньше. Тем самым мы можем проводить вот такие различные действия с данной геометрией. Теперь давайте сделаем следующее. Отменим действие. Снова зафиксируем вид. И поменяем уже на другую операцию здесь, Union. Зажимаем левую кнопку мыши. И в результате мы будем добавлять новую геометрию данному именно объекту. Посмотрите внимательно. Опять же, если мы с вами ставим галочку, мы с вами используем глубину, которая управляется именно в данный момент клавишей F и размерами курсора. При этом мы можем с вами использовать команду Join. Давайте это сделаем. И создадим вот здесь вот таким образом прямоугольничек. Посмотрите внимательно. Этот прямоугольник у нас не будет соединен вот с этой геометрией, которая создавалась с помощью команды Union. Перейдем в режим редактирования. Снимем выделение. Наведемся на вершинку, например, вот эту, и нажмем клавишу L. Мы видим с вами, что вот эта геометрия у нас связанная, а вот эта геометрия не соединена с этой геометрией. Но при этом мы работаем в пределах одного объекта. Поэтому обратите тоже внимание на вот эти дополнительные пункты и настройки, которые здесь предусмотрены. Но не забывайте, что здесь есть еще один подинструмент, который работает уже с помощью лассо. Здесь есть также ряд дополнительных параметров. Мы можем использовать здесь ориентацию вида, а можем использовать поверхность. Давайте выберем поверхность и поставим также галочку «Использовать вот эту глубину под курсором». Я настрою, нажму F. Смотрите, что будет происходить, когда мы используем именно вот такое лассо. И будем, соответственно, работать уже по поверхности некого объекта. Также можем поменять операцию. Давайте сделаем, например, сумма. Посмотрите внимательно. Тем самым мы можем с вами добавлять некую геометрию с помощью вот такого интересного инструмента. Есть очень хорошее видео, посвященное как раз как применяется этот инструмент для создания базового меша для лепки. И не забывайте, что в дальнейшем вот этот базовый меш, созданный с помощью этого инструмента, вы можете применить к нему ремеш и дорабатывать уже всеми средствами данной программы Blender. Ну и, соответственно, режимы лепки. Во время лепки нам доступны все стандартные инструменты трансформации, такие как перемещение, вращение, а также изменение масштаба. При этом центром трансформации сейчас по умолчанию у нас является центральная точка, точка Origin. Если мы с вами зайдем в пункт меню «Скульптура», у нас есть специальный подпункт, который позволяет нам установить центр трансформации, и мы можем выбрать из этого списка. Часто эти команды заносят фавориты при нажатии правой кнопки мыши, а также можно создать и клавиатурные сокращения. Мы с вами сейчас будем пользоваться как раз быстрым меню, так как у меня вот здесь в фаворитах добавлены соответствующие команды. Давайте сделаем следующее. Создадим маску боксовую, нажимаем английскую букву «B» и формируем ее вот таким образом. Теперь я хочу изменить масштаб. Зажимаю левую кнопку мыши на колечке и меняю масштаб. Посмотрите, как это происходит и как он меняется. Теперь я хочу перенести пивот к той части объекта, которая у нас с вами не покрыта маской. То есть, чтобы взялся именно так называемый центр данной вот этой геометрии, не покрытой маской. Я вызываю соответствующее меню и выполняю вот эту команду. Благодаря этому пивот переходит именно к той части, которая у нас не покрыта маской. И трансформация будет происходить относительно, соответственно, вот этой незамаскированной части. Теперь мы с вами можем перенести пивот к границе маски. Но если мы создавали маску именно с помощью клавиши «B» или боксовую маску делали, то нам границу маски нужно сгладить. Для этого мы нажимаем английскую букву «А» и выполняем специальную команду. И вот только после этого мы можем с вами перенести пивот именно к границе данной маски. Эта вещь очень полезна и часто приходится это делать. Обратите тоже на это внимание. Ну и, соответственно, у нас есть специальная команда, которая позволяет нам перенести пивот туда, где находится активная вершина. Активная вершина – это та точка в центре курсора, когда мы двигаем с вами мышкой и используем, соответственно, кисть. Вот смотрите. Сейчас я нажму «Q», так как у меня эта команда занесена вот здесь, и могу перенести, соответственно, пивот в то место, где у меня сейчас находится именно сама вот эта кисточка. И, соответственно, активная вершина. И трансформация будет происходить именно относительно той точки, где я именно хочу, чтобы эта трансформация и происходила. Посмотрите внимательно. Это весьма полезные такие подпункты и дополнительные команды. Учитывайте, здесь есть еще ряд дополнительных подпунктов, которые вам могут пригодиться. Поэтому, если что, чтобы вернуть пивот на место, выполняем, соответственно, самую верхнюю эту команду. И он перенесется в то место, где у нас находится центральная точка. По умолчанию. А в конце видео я еще раз скажу, как мы переключаемся на другой объект. Я специально переключился на третью версию блендера. У нас в сцене присутствуют две квад-сферы. Смотрите. В пункте меню «Скульптура» у нас есть вот эта специальная команда, которая позволяет нам переключиться на другой объект с помощью пипетки. Выбираем данную команду и кликаем левой кнопкой мыши под тому объекту, с которым мы хотим с вами работать. И мы начинаем лепить по нему. Можем снова перейти вот сюда и выбрать другой объект, с которым хотим работать. Но удобнее в новых версиях блендера, начиная с тройки, использовать комбинацию соответствующих клавиш. Alt плюс Q. Наводимся, нажимаем Alt-Q. Объект становится подсвечен, и все действия происходят именно с ним. Или используйте вот эту точку. Также можно сделать по старинке следующее действие. Перейти в пункт меню «Edit», снять здесь галочку. Далее, если мы зажимаем Alt и кликаем левой кнопкой мыши, мы будем с вами переключаться на другой объект. Тот объект, на котором мы переключаемся, также должен находиться в режиме лепки. Это позволяет нам также работать и выбирать тот объект, с которым мы хотим с вами взаимодействовать. Но данный механизм все-таки не очень удобен. Я рекомендую все-таки использовать некоторые настройки в блендере по умолчанию. И если вы, например, работаете в версии 2.93 на постоянной основе, вы можете использовать этот метод. Или просто кликать вот здесь по специальной точке. Ну а если у вас новая версия блендера, нажимаем Alt-Q.